продолжаем изучать разнообразие фильтров фреймворка jQuery и в данный момент мы займемся фильтрами атрибутов опять же давайте по порядку все их пройдем все их с вами рассмотрим я специально не стал иллюстрировать данную таблицу потому что на схемах достаточно тяжело показывать атрибуты а в коде нам с вами все станет понятно если кто-нибудь конечно не поймет это уже на данном этапе ну что ж приступим первый фильтр это просто название атрибута у картинки например атрибут alt или source скрипта опять же тот же source у любого элемента может быть айди и так далее вот то есть данный фильтр вернет вам все элементы обладающие таким атрибутом следующий фильтр он уже сдвоен и да здесь есть такие параметры как атрибут оператор равно и вели до атрибут это опять же название атрибута соответственно велию это его значение то есть данный фильтр вернет вам все элементы обладающие соответствующим атрибутом равным соответствующему значению следующий оператор с точностью до наоборот до вернет вам все элементы которые обладают данным атрибутом но не равным заданному значению следующие два фильтра очень похожи да они используют операторы к сожалению Не знаю, как называется вот этот символ такой крышечки сверху. И второй оператор доллара равно. То есть, в чем суть? В том, что первый из них возвращает элементы, которые имеют определенные атрибуты. И их значение начинается строкой value. А, соответственно, второй атрибуты, значение которых заканчивается строкой value. Ну и последний фильтр атрибутов, да, фильтр, использующий оператор звездочка равно, он вернет вам все элементы, опять же, обладающие указанными атрибутами. Но теперь их значение просто может содержать в себе строчку value, неважно в каком месте она находится. Ну что же, взглянем на код и уже там еще глубже все это прочувствуем. Открываем файлик filters attribute start. Здесь вы уже наблюдаете знакомый вам код. Ну и сразу приступим к делу, да. Давайте отберем все элементы, которые обладают атрибутом id, да. Что есть звездочка и в квадратных скобках указываем имя атрибута. Сохраняем документы, идем в браузер, обновляем страничку, да, что наблюдаем. Выделились у нас три элемента, да. Параграф, который id middle, div block, который имеет одноименный id, и span, который имеет id first. Так, снова идем в trimweaver. Давайте-ка вот такой фильтр применим, да. То есть отберем все элементы, у которых есть атрибут id, и в значении этого атрибута присутствует и буква i. Идем в браузер, обновляем страничку. Что мы видим? Видим, что выделились те же самые элементы. Почему? Потому что здесь div block, здесь first, здесь middle. Да, давайте выберем какую-нибудь букву, которая есть не везде. Вот, например, буква l будет не везде, будет только в div и в параграфе с id middle. Идем в браузер, обновляем, видим результат. Так, теперь давайте вот этот, например, операторчик попробуем, да. То есть атрибут у нас будет начинаться с букв fi. Идем в браузер, смотрим, как это будет выглядеть, да. Только span с id first. Идем снова в trimweaver. Давайте попробуем вот такой, да, атрибутик. То есть просто, да, id, чтобы было равно fi. Такого элемента у нас, соответственно, не будет. Но зато будет элемент, у которого id равно first. Обновляем браузер, смотрим. Вот. Оставшиеся нерассмотренными фильтры атрибутов остаются вам на самостоятельное изучение. А сейчас займемся семейными фильтрами.